Уважаемый Константин Кирович. Их известно большое количество. Это и методы Эйлера, Рунге-Кута и другие. И приближение в этом случае для очередной точки у этих итеративных методов, они получаются с использованием информации о значениях функций в предыдущих точках. Информация о предыдущей либо промежуточных точках между ТЖТ и ТЖТ плюс первое. Она используется, может использоваться для увеличения точности работы алгоритма, но в дальнейшем на следующих итерациях эта информация более не используется, она пропадает. Первая, более простая задача, на примере которой и рассмотрим предлагаемые методы. Это задача y' от x равно f от x и требуется найти решение задачи на некотором фиксированном интервале при заданном начальном условии y нулевое. Правая часть этого уравнения не зависит от y, и поэтому решение давно известно, что оно представимое в виде y от x равно y нулевое плюс интеграл от x нулевое до x f от tau д tau. Обычно методы рунге-куты, на которые мы периодически ссылаемся, они ищут решение на некотором фиксированном интервале между x нулевое и x нулевое плюс c nt умноженное на шаг. То есть это несколько сдвиг на несколько шагов в направлении роста аргумента рассматриваются некоторые фиксированные аргументы c1, c2, cn, которые определяют значение точек, где будет проходить интерполянт предполагаемого решения. На основе полиномиальной коллокации это решение аппроксимируется обычно полиномом. p степени n, и этот полином либо некая аппроксимация решения. Во-первых, она должна удовлетворять начальному условию. Это может быть, вообще-то говоря, и граничное, либо некоторое промежуточное условие. А также дифференциальному уравнению p штрих от x ката равняется f от x ката, p от x ката. То есть значение функции, стоящей в правой части, должно совпадать со значениями производной предлагаемого решения. И это требуется, вообще-то говоря, для всех промежуточных точек. То есть фактически из этого следует вывод о том, что методы коллокации, которые мы дальше будем рассматривать, они являются неявными методами рунги-куты. Когда мы пытаемся сделать либо очередную итерацию по методу рунги-куты, либо решать задачу по методу коллокации, то чаще всего задача сводится к решению систем линейных алгебраических уравнений. И эти уравнения обычно в тех методах, которые мы изучали в школе, они включают в себя и дифференциальные условия, то есть на предыдущем слайде это условия типа p штрих от x ката равняется f от x ката p ката, и граничные условия. И именно поэтому матрицы систем линейных алгебраических уравнений, которые приходится решать, они имеют достаточно сложную нетривиальную структуру. Образцы таких матриц я привожу на слайде. Левый крайний квадратик – это структура заполнения матрицы, где зелеными точками отмечены те компоненты, которые влияют именно на равенство, которое задается дифференциальными условиями. Синими точками обычно в эту область сносятся либо начальные, либо граничные условия для того, чтобы их удовлетворение сразу выводило решение и удовлетворяло именно этим начальным, либо граничным условиям. Стрелочкой указан переход обычно предполагаемого метода решения, то есть изначально система линейных уравнений матрица преобразуется и приводится чаще к треугольной форме, и затем система линейных уравнений решается. Структура матрицы для дифференциальных уравнений второго порядка, она справа изображена. Это матрица в физическом пространстве. Первая строчка и последняя – это строчки, которые фиксируются для того, чтобы система удовлетворяла граничным условиям. Центральная часть, она как раз предполагает, оказывается, влияние на дифференциальное условие, которое заставит построенное решение удовлетворять дифференциальным условиям. Такая сложная структура для решения систем линейных уравнений, она неудобна по многим причинам. Но, во-первых, матрицы появляются достаточно сложные, а, во-вторых, сами по себе возникающие задачи, они в связи с тем, что матрица может быть и невырожденной, требуют очень большой внимательности при решении систем и часто применения специализированных устойчивых методов типа регуляризации либо методов СВД. Основная идея как... А если у вас исходная задача корректно поставлена, то почему у вас матрица станет вырожденной? А, просто потому, что ее собственные значения будут сильно отличаться друг от друга. Ну, это, скорее, плохая условность, это же не вырожденность, другого немножко. Можно увеличить разрядность чисел, в общем, нужно совсем немного этих самых... Порядок матрицы небольшой, поскольку быстрая исходимость. Но и проблема преодолевается. Не так уж просто она преодолевается, потому что разброс на более-менее приличных задачах получается порядка 10 в шестой степени, а это уже на пределе фактически одинарной точности отлавливать эту разницу. И те исследования, те статьи, которые я смотрел, они как раз говорят о том, что не очень большое изменение параметров задачи часто приводит к тому, что решение просто-напросто разваливается. То есть это и есть признак, так сказать, неустойчивости и некорректности. Вот, поэтому можно, наверное, какими-то дополнительными усилиями пытаться это исправить. Вот, но, извините, но вообще-то говоря, ну, в любом случае надо учитывать то, что задача будет неустойчивой. Вот больше я особо ничего тут по этому поводу сказать не могу. Просто есть достаточно много примеров того, что эту задачу решать действительно чрезвычайно сложно. Бывает. Если, так сказать, остается такой вопрос, у меня просто есть несколько примеров, которые мы со студентами разбираем. Уравнение второго порядка. Это обычная задача с граничными условиями, когда пытаешься приблизить, проинтерполировать функцию типа ступеньки. Даже не просто ступеньки, типа ямки с вертикальными стенками. Вот. И тогда действительно очень бурное увеличение величины шага в районе практически вертикальных стенок, тогда да, но более-менее... Да, уменьшение шага, увеличение точек в окрестностях. Вот. Оно дает эффект, но при этом приходится использовать очень большое количество дополнительных точек. Что не очень приятно. Вы просто тогда выходите за рамки применимости, потому что вам нужно определить положение гладкости, а ступенька, очевидно, за них выходит. То есть это как раз понятно и неудивительно. Да, ну я более, так сказать, ни на чем здесь не настаиваю, в том смысле, что да, ну есть задачи, которые решаются относительно легко, есть задачи, которые не решаются легко. Но я просто хотел здесь отметить, что в любом случае сама по себе структура матрицы достаточно сложная, ну и приходится решать систему линейных уравнений N на N. Да, и сама по себе задача, там и метод Гаусса, и Халецкого, и кого еще угодно, они, LU разложения, они, такие задачи, вообще говоря, почти все такие простейшие случаи решаются весьма устойчиво, но просто приходится решать вот эту систему уравнений. Вот и все. Поэтому с точки зрения вот облегчения как бы решения задач интерполяции восстановления производных, то есть задачи Каши или задачи Пуацона одномерной предлагается вместо такого стандартного подхода, когда мы в матрицу загоняем сразу все условия и начальные, и граничные, и дифференциальное уравнение, которому они должны, решение которому должно удовлетворять, мы делим задачу изначально на две части и решаем их последовательно. Первая часть метода коллокации это решение дифференциального уравнения для того, чтобы найти общее решение исходной задачи. Общее в том смысле, что не все параметры будут определены сразу и однозначно, но будет выделено некоторое множество решений, которые затем уточняются за счет использования вот этих граничных начальных условий. Ну и на следующем этапе, когда мы перейдем к решению более сложного уравнения типа у-штрих плюс g от x на y равно f от x, то мы будем использовать методы интегрирующих множителей, который известен чрезвычайно давно, но как-то в отечественной литературе про него достаточно мало упоминаний, тем более мало упоминаний в связи с численными методами решения систем. Сразу хочу сказать, почему мы сконцентрированы на методе коллокации и разложения решения по полиному Чебышова первого рода. Во-первых, потому что эти полиномы чрезвычайно подробно изучены начиная с начала прошлого века. Начиная с Чебышова. Тут вспоминаю я теорему Арнольда, но надо будет выяснить. На самом ли деле Чебышов начал с ними возиться, с этими полиномами. Но его имя да. Так разложения решений разных задач по этим полиномам обеспечивают оптимальную аппроксимацию в норме L-бесконечность, почти оптимальную в L2. Кроме того, они обеспечивают очень быструю сходимость алгоритма, полиномы. При малом количестве членов разложения в ряд достигается очень высокая точность. Поскольку признаки и свойства полиномов подчиняются и знаменитому трехчленному соотношению, и кроме того, хорошо изучены соотношения между коэффициентами разложения производных по тому же самому базису, разложения интегралов по тому же самому базису и соотношение между, связь между коэффициентами разложения производной либо первообразной по тем же самым полиномам, есть механизмы очень быстрого пересчета от одного базиса к другому, и поэтому очень удобный инструмент для того, чтобы работать как с дифференциальными, так и с интегральными уравнениями. Ну и кроме того, имеется очень эффективный способ перехода от аппроксимации в физическом пространстве. Вот именно в физическом пространстве, если мы рассматриваем решение задач, то, что на картинке пару страниц до того, вот в правом нижнем углу схема для матрицы дифференциальных уравнений второго порядка. Вот решение этих задач в физическом пространстве оно действительно сильно затруднено для некоторых задач, но в спектральном пространстве оказываются такие задачи решать гораздо проще. следующее то, что хотелось бы рассказать, это о связи производных, о восстановлении производной, то есть вот задача Каши y' равняется f от x, есть, имеется некоторое начальное условие, и мы хотим найти такую функцию p от x, которая бы качественно приближала само по себе решение. Значит, если мы запишем выражение для производной p'', то это будет сумма цкатых t' kt от x, и она может быть, эта сумма представлена в виде разложения по тому же самому базису Чебышевскому, то есть по полиномам tk t от x, и при этом коэффициенты у нас будут для производной другие, коэффициенты будут bk t. То есть фактически bk t это коэффициенты разложения функции f от x по полиномам Чебышева. Для того, чтобы было проще посмотреть, каким образом мы можем это сделать, тут во-первых, полиномы Чебышева, мы их естественно рассматриваем на интервале минус 1 плюс 1, вот, но если вдруг задач дается на каком-то другом интервале, то достаточно легко можно перейти с помощью линейного преобразования, пересчитать точки с помощью формулы внизу, x, житая равно b минус а пополам косинус пи житая на n плюс b плюс а пополам для всех этих точек. это экстремальные точки полинома максимальной степени tnt от x и они очень удобны для решения задачи, поскольку такая сетка, она позволяет работать с таким свойством полиномов Чебышева, как дискретная ортогональность. Значит, в матричной форме у нас задача записывать t умножить на b матриц t состоящая из значений полиномов в точках сетки разной степени умножается на неизвестный вектор b и вектор f у нас тут тоже на той же сетке значения функции вычисляются и мы получаем задачу. Если мы используем дискретную ортогональность, которая получается для матрицы t в том случае, если мы умножаем первую и последнюю строчки матрицы t делим на корень из двух, то тогда умножение слева на это уравнение матрицы t транспонированное приводит к тому, что слева у нас получается диагональная матрица умножается на вектор b и справа получается вектор t транспонированное умножить на вектор f правой части. Тоже подправлены его первые и последние компоненты. И система уравнений у нас получается чрезвычайно простая. Диагональная матрица умноженная на неизвестный вектор и известная правая часть. Самая сложная задача при интерполяции таким образом заключается в умножении транспонированной матрицы t на вектор правой части. Значит, это умножение можно ускорить. Здесь просто n квадрат операции умножения. Матрица n на n умножается каждая строка на вектор в правой части. Можно ускорить эту процедуру используя либо быстрое преобразование фурии дискретное, как пишут все исследователи, и никогда никто этого не проделывает почему-то в программах. Но на самом деле можно ускорить тоже достаточно сильно за счет применения аналогичных трюков. Понятно, что решение этой задачи элементарно. мы берем вектор правой части, делим на n либо на n пополам и получаем это решение. В качестве комментария еще хотелось бы отметить, что есть для полиномов Чебушева первого рода есть две такие бесконечно мерные матрицы, которые называются матрица дифференцирования и матрица интегрирования. то есть если мы хотим продифференцировать скажем вектор f и получить производную этого вектора, нам достаточно взять матрицу дифференцирования, умножить на компоненты этого вектора и мы получим значение производной понятно без нулевого коэффициента, поскольку первая строка в матрице дифференцирования она начинается с нулевого элемента, но понятно, что константа пропадает в этом векторе. Если мы хотим проинтегрировать в спектральном пространстве наш вектор, то мы можем умножить этот вектор на матрицу D+, Чебушевскую, это матрица интегрирования, ее свойства тоже достаточно хорошо изучена и мы этим активно пользуемся при решении наших задач. Поэтому решение нашей задачи после того, как мы вычислили вектор B, то есть вектор спектральных коэффициентов разложения производной по Чебушевским полиномам, мы можем легко вычислить вектор C, то есть вектор коэффициентов разложения решения Y от X. Как видно из последней формулы, у нас известными компонентами вектора C являются C1, C2 и так далее Cn, то есть нулевого значения мы не можем таким образом получить, поскольку матрица и дифференцирование и интегрирование, если мы ее умножаем на некий вектор матриц, то нулевая компонента она понятное дело становится неизвестной. Поэтому для того, чтобы нам найти чему будет равна нулевая компонента разложения решения по базису из полиномов Чебушева, нам необходимо какое-нибудь дополнительное условие. И мы зная вот эти коэффициенты, вот, кстати, здесь выписана очень простая комбинация для цикл, для вычисления коэффициентов C1 Cn, состоящие из трех строчек, в цикле прогоняется по всем К от единицы до n, и тем самым мы вычисляем все коэффициенты разложения кроме нулевого. Для вычисления нулевого, нулевой компоненты этого вектора мы должны использовать какое-нибудь либо начальное, либо дополнительное внутри интервала значение, заданное для решения, либо если задано значение на правом конце интервала интегрирования, то там все полиномы Чебышевские, они принимают значение единицы, поэтому тринадцатое уравнение разрешается очень легко, то есть коэффициент С нулевое будет равен просто у заданному значению минус сумма коэффициентов С ката от единицы до н оставшихся. То же самое касается и того случая, когда у нас задано начальное условие, тогда будет вычисление коэффициента С нулевое будет точно таким же, только все катые коэффициенты С катые в сумме берутся с коэффициентом минус единиц в степени К. Понятно, что достаточно легко вычисляются значения полиномов Чебышева в любой промежуточной точке, и поэтому коэффициент С нулевое в том случае, если у нас задано некоторое значение функции, скажем, нам надо рассчитать траекторию движения такси, мы должны заехать, взять еще приятеля и вместе потом двинуться в театр, то для того, чтобы заехать, зная адрес приятеля, я должен, вообще-то говоря, вычислять коэффициент С нулевое по формуле 12. Вот что здесь хорошо? Хорошо здесь то, что задача, которая, с которой я помню, многие химики и физики мучились, пытаясь решать дифференциальное уравнение с помощью метода стрельбы, тут оказывается, что метод стрельбы, вот он элементарно попадает в тот класс задач, которые легко решаются в случае использования спектральной коллокации и разложения по известным полиномам. Еще очень хорошее качественное свойство разложения именно по полиномам Чебышева, что по полиномам первого рода, что по полиномам второго рода, оно заключается в том, что сетка, на которой матрицы становятся ортогональными, то есть использование свойства дискретной ортогональности полиномов Чебышева и первого и второго рода, оно облегчается тем, что эти значения аргументов, значения точек сетки, оно известно и легко вычисляется для любого количества точек заранее заданного, что гораздо, что сильно облегчает вычислительный процесс по сравнению с тем случаем, когда мы пытаемся работать с другими полиномами, тоже обладающими очень хорошими свойствами там Лежандра, Эрмита или другими полиномами якобы, но в случае вот этих иных полиномов там нет, там приходится точки, сетки, которые обладают такими характеристиками, их приходится тоже численно искать, решая некие нелинейные уравнения, либо решая задачи определения собственных значений некоторых матриц. Поэтому вот с точки зрения организации вычислительного процесса полиномы Чебышева, они, конечно, выигрывают очень сильно по сравнению со всеми другими полиномами, но это, как говорится, с моей точки зрения. Простейшая задача Каши, то, что мы обсудили, вот она решается весьма и весьма просто в конце концов. Значит, для того, чтобы ее решить, нужно вычислить интерполяционные коэффициенты производной в начале. После этого мы значит самая сложная операция в этом случае это умножение матрицы Чебышева на вектор. То есть это n квадрат операции. На самом деле использование дискретного преобразования Фурье либо алгоритмов, основанных на суммировании Клиншоу, она такой подход позволяет резко снизить сложность вычислений и у нас сложность будет n на логарифм от n. После того, как мы вычислили интерполяционные коэффициенты решения, сама по себе эта операция сводится к тому, что мы умножаем трехдиагональную матрицу на вектор, причем нулевой центральный ряд этой трехдиагональной матрицы сильно облегчает нам работу, и поэтому там количество умножения и сложения оно вообще порядка величины n. Вычисление оставшегося коэффициента c нулевое, оно тоже, естественно, очень простое, это мы просто в некоторых случаях мы должны просто просуммировать коэффициенты интерполяционные самого решения, вот, в некоторых случаях добавляется вычисление полиномов Чебышева в произвольные точки интервала, но это все операции, как мне кажется, не портят самого алгоритма. Значит, это очень простая часть решения задачи о восстановлении производной по самой производной, вот, если какие-то вопросы есть, то лучше, наверное, сразу на них попытаться ответить, а дальше я хотел бы перейти к решению более сложной задачи, где добавляется еще член в это уравнение с y от x. Паук. Вопросов нет. Отлично. У меня есть маленький вопрос, тире комментарий. Да. Я вот когда смотрел на разреженные матрицы, Константин Петрович, которые вы там показывали, там многие коэффициенты показалось известно просто в символьном виде, это что-то типа n умножить на что-то там и создается в самом начале где-то могу сразу ответить, Дмитрий, так оно и есть. Я еще не задал вопрос. Вопрос использования этих самых компьютерной алгебры может оказать большую помощь. да, просто у нас в задачах волноводных, где коэффициенты известны символьно, но они более громоздкие, некоторые системы решаются тоже символьно, но бывает, что решение длинное символьное, бывает, что чего-то сокращается и получается коротко. Но когда символьно решаешь иногда даже вырожденную систему уравнений, то есть ту, у которой как вы говорите собственное значение, если численно посчитать, они будут сильно отличаться по порядку величины, вот когда символьно решаешь, в принципе проблема, как правило, иногда тоже отпадает, вот, поэтому просто комментарий, что кажется, что здесь символьно можно что-то решить и возможно это избавит от некоторых численных проблем. Ну просто можно я Константин Петрович, прости, пожалуйста, если можно, я встречный комментарий скажу. Все, что ты сказал, Дмитрий, совершенно верно, но при этом ты обратил на верное внимание, Константин Петрович много говорил о емкости этих, вычислительной емкости процедур. Символьные вычисления значительно более емкие, и если там вроде бы снимается, не всегда, но во многих случаях снимается проблема, как это называется, неустойчивости, то количество вычислений значительно больше, плюсов, минусов и тому подобных операций. Вот просто замечание. Но вспомогательные процедуры очень многие можно ускорить и сделать, ну, особенно при, как это называется, обработке кинограмм, киногартманограмм, киногарм, каких-то еще картинок. Если мы решаем огромную серию обработки данных, то тогда вычисление всех этих элементов матричных, которые не обязательно в матрицу засовут, но их можно вычислить аналитически, то тогда это со свистом ускорит и весь объемный алгоритм серийную обработку. Прошу прощения, что вмешался, Константин Петрович. Простите. Нет, спасибо большое, вы мне просто помогаете. Я просто хотел здесь по поводу этой матрицы еще сказать. Левый верхний угол, как вы видите, значение равно 2n квадрат, там на что-то делится, а лево-нижний минус единица в степени n. То есть фактически вот эти разные по величине, если n у нас равно порядка тысячи точек, то мы сразу получаем матрицу, где есть элементы типа n квадрат, а есть элементы типа единицы. И сразу видно, что вообще-то говоря, матрица плохая. Насколько плохая, берут ее там стандартные методы или нет, это, как говорится, дело десятое, но все, начиная с Бойда, заканчивая Олвером, Изерлесом и кучей других людей, которые занимаются дифурами, интегрированием быстросциллирующих функций и так далее, все в один голос говорят, что вот это очень плохо, и что нужно придумывать нечто, что позволит эту матрицу, то есть вводится то, что они называют предобуславливатели, которые приводят эту матрицу изначально к более-менее приличному виду, а потом они ее пытаются решать. Я это все еще кроме хотел здесь намекнуть еще на то, что в любом случае, если у нас очень большое количество точек берется, и высокие степени полиномов используются, то при этом сама по себе матрица, она еще к тому же и занимает просто много места. конечно, при нынешних компьютерах и тех задачах, которые мелких, которые мы пытаемся решать, это не проблема, но для решения солидных задач типа, скажем, прогноза погоды или еще чего-нибудь, это, конечно, имеет существенное значение даже при работе на суперкомпьютерах. Поэтому если мы избавляемся вообще от матриц, которые нужно использовать для решения каких-то задач и вообще освобождаем память для чего-нибудь более полезного, мне кажется, что это неплохо. А то, до чего мы с вами добрались в конце, как раз и демонстрирует нам то, что этот метод он вообще говоря, не требует хранения матрицы в принципе. Умножение известной матрицы на вектор реализуется очень легко. Последние попытки это сделать оказывается вообще не надо матрицы хранить, а умножение делается в лед. Так что вот этот метод, он если кто-то придумает круче, я готов пожать руку и угостить каким-нибудь вкусным фруктом. Константин Петрович, вопрос появился. Может быть, дурацкий можно? Да, конечно. А что мешает просто написать интеграл с перемен на верхнем пределом, как вы сделали, и примите квадрату Гаусс с единичным весом? И что здесь? И примите квадрату Гаусс с единичным весом. А, нет, ничего не мешает, ничего не мешает, можно так сделать, да, но проще гораздо, нет, проще гораздо взять и умножить матрицу интегрирования на компоненты этой самой, на коэффициенты интерполяции, что на самом деле и будет то же самое, о чем вы говорите. Александр, вот эта самая трех, как она называется, диагональная матрица, это есть матрица квадратурных весов. Ну, это понятно. Тогда вопрос снимается. Да, это как раз именно то же самое. Вот, теперь следующий кусочек, это задачка у штрих плюс g от x y от x равно f от x. Вот таким хитрым образом эту задачку решить не удается, но оказывается, что можно этим же самым методом, но применив его не один раз, а два раза решить и задачу y штрих от x плюс g от x y x равно f от x. значит интегрирующим множителем называется такая функция, которая будучи умноженная на компоненты этого уравнения позволяет легко решить это уравнение, то есть проинтегрировать. Так вот в данном случае, если мы найдем такую функцию μ от x, которая будучи умноженная на g от x, будет равна производной функции μ от x, то в этом случае наша задача легко решается. Оказывается, если мы просто-напросто подставим в это уравнение, которое здесь дополнительно относительно μ от x выписано, мы возьмем, разделим на μ от x, считая, что эта функция отлична от нуля, тогда и она равняется g от x, то отсюда следует, что логарифм μ от x производная будет равна g от x, и логарифм μ от x вычисляется опять же по той же самой формуле интегрирования. То есть мы можем для Константин Петрович, а можно я более теоретически скажу, некоторые люди поймут веселее. Если мы возьмем верхнее уравнение с тремя звездочками, помножим слева на какой-то μ от x, то получим что-то усредненное. Но если это μ удовлетворяет вот этому жирному верхнему, то тогда все сведется к уравнению ранее рассмотренному. Ну да, я вот да. А для того, чтобы обеспечить это, нужно как раз вот μ уже равняется μ штриху. Ну да. Можно еще вопрос? Да. Константин Петрович, а вот это вот то, что вы сейчас рассказываете, это только для скалярных задач, или для систем тоже работает? Скорее всего, для систем тоже работает, но до систем мы еще не добрались. А почему оно... Не сделали, только догадываемся. Ну просто сразу же возникает мысль, ну где у нас линейная задача? Ну скажем, про баллические уравнения, метод там прямых свойств к системе до большого порядка. Вот можно туда применить? Наверное, да, а почему нет? Я не... Нужно проверить, нет ли каких-то подводных камней. Да, скорее всего эта штука должна работать, а почему она может не работать? Вот так сходу не видно. Но есть нюансов? Ну да. Из нюансов сходит в голову, только что у вас там будет размасштабность по скоростям, то есть есть быстро затухающие компоненты в решении, ну как ряд варья пишется, да, для решения. Есть медленно затухающие, то есть жесткость обходится ваш метод с жесткими задачами. Решает. Значит, хочу сразу сказать, что вот с помощью этого метода интегрирующих множителей и решения вот этого уравнения три звездочки, мы как раз и решили задачу быстро о вычислении интегралов от быстро осценирующих функций при любых параметрах. а вот вы там делали дополнительные предположения о виде функций. Нет. Если у вас таких предположений, например, если у вас неизвестно положение погрансловия, вы там выделили осценирующую часть. Нет, ничего. Если вам, допустим, неизвестно положение по-настоящему 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 начале или в середине нет, мы тогда перешлем эту последнюю статью, потому что мы с этим быстро осценирующим интегралом бились достаточно долго и упорно, но сейчас, по-моему, вообще без всяких ограничений она решается чисто. Хорошо, но я вас спрашивал не совсем про быстро осценирующий интеграл, а про решение с погрансловиями типа той же почти ступеньки. Как с ними получится? Нет, не знаю, пока не пробовал. то есть еще не решали. Да, то есть но кто его знает. Извини, Константин Петрович, я все-таки вставлю, почему он вспомнил про быстро осценирующий? Там как раз есть большой разброс этих самых собственных значений или как он называется собственных частот у той самой вспомогательной дифференциальной задачи. чем более высоко осценирующий. стандартный подход Левина или Филона, он порождает вырожденные матрицы. А когда омега велико, то наоборот этот метод работает вроде бы устойчиво, но при этом все равно требуется очень большое количество уравнений системы, уравнений, которые требуются решать, потому что очень большие значения стоят на диагонали и очень мало на само решение влияет амплитуда. То есть там сложности есть и в том, и в другом случае. А то, что мы сделали последнюю вот эту работу, мы просто точно и честно решили вот эту задачу и все. А метод множителей съел эти вещи. Да, метод множителей выполнить на одного этапа. Есть еще вопросик. Да. Правильно ли я понимаю, что при новой Чебашовой основные, самые большие производные, они на краях. Соответственно, ваша плохая обусловность проистекает из проблем с концов отрезка. начальные условия или граничные задачи. Извини сразу, какая наша плохая обусловленность. У нас ее нет. А, то есть проблема тоже за счет этой сечной органами решается. Конечно. Конечно. Именно поэтому это же как раз разложение по Полиному Чебышову, это борьба с этими всплесками на краях гипса и еще кому-то там. вот. Так что это все работает за счет … А тогда сразу хочется спросить. Да. А как в линейном случае будет с нелинейной задачей? Что значит линейная задача? отдельная история, которую я расскажу в другой раз, может быть в частном порядке, мы ее не доделали. Дело в том, что Полиномы Чебышова, дискретные, если мы их возьмем, они образуют алгебру по умножениям, дифференцированиям и интегрированиям. И поэтому дифференцирование просто добавляет лишнее умножение одного Полинома на другой. И там просто увеличивается количество слагаемых. Конечно, это приведет к каким-то усложнениям. Каким, я не знаю. Но они пока представляются не принципиальными, а, возможно, выскочат в какие-то технические сложности. Я знаю. Хорошо. Спасибо. Вот. Но если дальше листануть, то здесь расписан алгоритм того, как это все решается, задачка. То есть вначале мы вычисляем мю от х, которая подставляется в первое уравнение. Находим этот интегрирующий множитель из уравнения отмеченного зелененьким. И далее получаем задачу Каши, которая фактически сведена к предыдущей. То есть произведение мю от х на у от х производное равняется произведению мю от х на ф от х. Значит, мю известно, ф известно, у неизвестно. Но относительно у мы можем сразу выписать решение. Оно будет равно мю от х на ф от х интеграл плюс с и деленное на мю от х. Поскольку мю от х у нас отлично от нуля, на самом деле это экспонент в какой-то там степени получается. Вот. И остается только лишь определить константу С для того, чтобы выяснить окончательное решение, которое удовлетворяет начальному граничному условием. Поэтому здесь есть некие тонкости, связанные с тем, что решение вот этого промежуточного зелененького уравнения, оно тоже на самом деле требует дополнительных констант. Но оказывается, когда мы определяем мю от х, у нас возникает некая константа, но по дороге в алгоритме она съедается и в окончательной формуле у нас остается только лишь одна неизвестная константа, для задания которой требуется еще решение вот в какой-либо из точек выяснить, чему равно значение функции. Значит, все это проходит достаточно быстро. Для студентов я написал несколько вариантов программ, в которых они вычисляют, интерполируют, интегрируют с помощью этой методики. Сейчас просто покажу. Вот видна программка? Картинка видна. Вот, картинка видна. Это программка, которая написана интегрирование функций с помощью чебушевской интерполяции. Есть несколько типов. Берем какую-нибудь функцию, можем задать здесь начальную и конечную точку интервала интегрирования, число точек интегрирования, число точек для прорисовки и пытаемся посчитать это выражение. Посчитали. Вот график у нас на рисунке появился. От 3.14 до 10. Точность интегрирования при 8 точках отклонения от точного решения вот в правой колонке 10-13 степени а сами значения функции от 0 до 1000. Если берем какую-нибудь другую функцию и пытаемся то же самое сделать, то получается вот здесь ошибка побольше, поскольку функция относительно такая осциллирующая и поэтому желательно взять побольше точек, чтобы у нас точность была повыше. Возьмем порядка 23 точек и у нас уже точность сразу 10-12. То есть для более-менее приличных функций эта система работает вполне адекватно. Что еще можно было бы здесь отметить? Я даже не знаю, что еще можно было бы отметить. Можно сказать лишь то, что решение задачи Каши я рассказал аналогично. Проделывается та же самая процедура аппроксимации затем интерполяции умножения на матрицу интегрирования, но не один раз, а два раза. И мы решаем точно таким же методом задачу Куассона для второй производной. Ну и аналогичным же образом я уже говорил, мы решали кучу разных задач еще с применением метода интегрирующих множителей для решения уравнений, которые могут сводиться к точным уравнениям. Ну, в общем, есть много куда чего это можно приложить. Вот, поэтому дальнейшая работа, которой мы здесь занимаемся, в данный момент есть большой интерес к тому, чтобы усовершенствовать метод интерполяции таким образом, чтобы время счета сократилось разом в два, по крайней мере, по сравнению с тем, что имеется сейчас, и, как я и говорил, исключить вообще из алгоритма взятия матрицы размера n на n и вычисления вообще значений полинома Чебышева в принципе на всех точках сетки. Вот, резко сократить количество таких вычислений. Вот это в ближайшее время, чем мы, пожалуй, будем заниматься в том числе. Если есть... Да. А можно ли таким же способом интерполировать функцию многих премиальных? Ну, хотя бы... Можно, и народ этим занимается, и работ по этому поводу достаточно много, но это как бы, да, тензорные произведения, и вперед с песнями проблем нет. Именно тензорные произведения, когда произведения, то получается хорошо. А если не произведения, то там что такое полином Чебышева от двух переменных, и что значит разбросанные его узлы и точки экстремумы. Это отдельная история. Пока что никто не определился, и я бы не стал отвечать на этот вопрос размашистого. если можно... Понятно, вот поэтому я спрашивал. А? Поэтому это я и спрашивал, Леонид Антонович. Да, да, конечно. Ну, по крайней мере, я видел, что народ этим занимается. Вот скажем. Он разделяет переменные вперед. это один из способов. Ясно, спасибо. У кого еще что? Если... Ну, я все-таки добавлю, потому что ты этого не сказал. Получается, до того, как алгоритм Кленшоу применили, то есть надо было матричные элементы считать, снизили на полпорядка, где-то 4-5 раз ускорение было, то добавление алгоритма Кленшоу, модифицированного алгоритма Кленшоу, до 10, может быть, даже с лишним раз ускоряет. То есть на порядок. По сравнению с традиционными методами колокации. Ну, да, да, так оно, скорее всего, и будет, все зависит от того, кому это дело продавать, наверное. Кому это надо, да? Да, да, потому что, ну, кому-то может быть, а все равно, сколько. Ну, перемножили матрицу на вектор, ну и ладно. Вот. Ну, хорошо, построили алгоритм, который в 10 раз быстрее. я вспоминаю Колесникова всегда. Знаете, мне кажется, здесь более интересно даже расширение области применимости. То есть пока же вы рассматриваете достаточно простые задачи. То есть линейные либо вовсе без искомой функции в правой части. Ну, с полиномиальной нелинейностью точно сработает. Есть возможность, скажем, использовать для решения той же самой задачи Каши, если в правой части правая часть зависит от Y, да, но представлять опять же Y в виде разложения в ряд по полиному Чебышева, а методом Рум-Якута искать решение этой задачи с использованием разложения. Тоже один из вариантов, кстати, можно делать, пробовать. Другое дело, опять же, вопрос заказчик есть? Линейный это очень хороший пример с полиномиальной нелинейностью, то есть химкинетика, там квадратичная кубичная часть, если вы газовой среды рассматриваете. Да, я слышу, давай мы с тобой рассмотрим, только не сегодня как-нибудь. Ну, да, да, конечно. А так, система поможем какой-то эскиз я могу и сейчас, но ты, я думаю, быстро схватишь и можешь дальше пойти. Вот за счет того, что имеется алгебра вот этих самых полиномок Чебышева, все полиномы, они поместятся в это длинное выражение, разложатся просто более длинным, более высокой степень. Понял. Если других вопросов нету, то большое спасибо за и приятное выступление, и за то, что слушатели проявили интерес, и большое спасибо Дмитрию Сергеевичу, он очень оперативно все это сделал. И обратите внимание, Дмитрий Валентинович, мы в январе провели семинар. Засчитали. Спасибо. Совершенно справедливо. Спасибо всем. До свидания. Спасибо. Всего доброго.